Здравствуйте! В эфире программа Актуальное интервью. Наш гость сегодня Елена Маняпова, заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Тобольского многопрофильного техникума. Шестой региональный волонтерский фестиваль Экопати «Импульс добра» прошел в Тобольске. Вы организаторы, ну, многопрофильный техникум. Расскажите, пожалуйста, откуда вообще появилась такая идея и, видимо, прижилась, потому как в шестой раз уже проходит он на Тобольской земле. Вот как так получилось? Ну, вообще, идея фестиваля возникла давно, уже шесть лет назад. Была задача организовать региональное мероприятие для студентов системы СПО Тюменской области в рамках плана работы Совета директоров средних профессиональных образовательных организаций Тюменской области и в рамках проекта Тюменской области школа волонтеров. И вот такое мероприятие было придумано, сделано. Долго думали над его названием, над его форматом. Хотелось сделать что-то такое необычное, интересное для молодых. Для студентов всегда хочется что-то такое креативное. Креативное, да, креативное для студентов. Начиналось, начинали мы вообще в чистом поле. Первый фестиваль состоялся в Винокурово. Мы буквально расположили палатки. Вот надо сказать, что у вас палаточный же такой фестиваль. Да, лагерь палаточный. Это изначально так было задумано. Расположили палатки в чистом поле, обустраивали бивак, да, у нас была продумана там импровизированная сцена, освещение, да. И вот студенческая, атмосфера студенческой романтики была создана, да. И, наверное, благодаря этому фестиваль студентам на их языке как бы зашел, да. И он был поддержан. И каждый раз, да, уезжая, студенты говорили, что мы в следующий раз приедем к вам снова, да. И мы хотим, да, а что в следующем году вы придумаете. Ну и действительно, мы все эти годы стараемся ожиданиям студентов соответствовать, да. Стараемся придумывать для них новые локации. А в этом году нас гостеприимно принял тематический парк Табол. Палаточный лагерь располагается прямо на территории парка. Как раз в тему, да. Да, как раз в тему нашего фестиваля в этом году. И много мероприятий проходит именно на территории, так скажем, погружения в атмосферу. Так, например, была сделана историческая реконструкция, такой элемент исторической реконструкции. Тематический парк Табол предоставил нам костюмы, которые использовались на съемках фильма. И ребята имели возможность воссоздать картины исторические и сюжеты из художественных фильмов, а потом продемонстрировать их на экране, на площадке кинотеатра парка Табол и на фотосушке. Было очень интересно, да, вот погрузиться в эту атмосферу в эпоху 18-19 века. Тема каждый год фестиваля разная. В этом году фестиваль был посвящен волонтерам культуры, волонтерам истории. Тема на сегодняшний день вообще очень актуальная для страны, сохранение культурного наследия, воспитание патриотизма, гражданственности. Это все в русле нашей тематики, поэтому была выбрана такая тема. Фестиваль, тем более город у нас исторический. Конечно, но в Тобольске грех не проводить на такую тему. Смотрите, а вот почему эко-пати тогда? Как оно туда вписывается? Эко и пати, главное, вечеринка. Да, почему эко-пати? Потому что фестиваль изначально задумывался как фестиваль в формате волонтерских каникул. Именно не то, что студенты приезжают и там работают, выполняют какую-то волонтерскую функцию. Предполагалось, что это возможность им перед началом нового сезона учебного года зарядиться энергией, обменяться опытом, обменяться какими-то новыми идеями, получить какие-то новые идеи для реализации проектов уже на местах. То есть заряд вдохновения. Да, заряд вдохновения, но и в то же время отдохнуть, потому что на фестиваль приезжают у нас студенты со всей Тюменской области. У нас всего на сегодняшний день 12 бюджетных образовательных организаций Тюменской области, плюс еще коммерческие организации образовательные, которые также являются участниками этого фестиваля. Ежегодно у нас на площадке от 10 до 14 образовательных организаций Тюменской области. Фестиваль у нас имел статус уже и межрегионального, потому что его поддерживали студенты и Курганской, и Омской области, принимали участие. Да, соседи к нам приезжают. У нас область заключила соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики. Есть и с Челябинской областью, и с Курганской, и Омской, и Свердловской областью. Поэтому мы всегда приглашаем к участию еще и соседние регионы, и рады их видеть. Сколько человек у вас собирается таким образом? Большая компания? На сегодняшний день на площадке фестиваля было около сотни участников, экспертов и гостей. Потому что фестиваль у нас проходит не в один день, вы знаете. Фестиваль три дня длился с 7 по 9 число. И вот за этот период на площадке побывало очень много гостей, экспертов, мастеров. В рамках фестиваля студенты посетили и площадки Историко-Архитектурного музея-заповедника, побывали на экскурсиях. Ну, конечно, да, попасть в Тобольский... Да, побывали на экскурсиях, познакомились с историей нашего города, поработали в мастерских, которые провели тоже мастера Тобольского Историко-Архитектурного музея-заповедника. Познакомились с ремеслами народов Сибири. А вот ребята, которые приезжают, это кто? Это, как всегда, самые активные студенты, самые интересующиеся? Или это те, кто занимается добровольским движением, волонтерством? Ну, конечно, мы не можем вместить всех желающих, поэтому есть определенные квоты участников фестиваля. И каждая образовательная организация привозит наиболее активных участников своего волонтерского движения. Безусловно, ребята с удовольствием едут, и я думаю, что есть даже некая конкуренция, да, кто приедет на фестиваль в Тобольск в следующий год. А вот если говорить о сохранении культурного наследия, здесь же у вас не только образовательная программа, да, насколько я знаю, были какие-то у вас лекции, там что-то интенсивы, да, от экспертов. И вообще достаточно такой образовательный вот сегмент, он довольно внушительный такой, довольно интересный, потому что я видела программу. Да, образовательный сегмент был всегда важен на протяжении пяти лет, то есть мы едем не только для того, чтобы отдохнуть, да, потусить, развлекаться, попеть песни у костра, да, потанцевать. Что тоже классно. Да, что в атмосфере романтики, что тоже очень классно, да, и студенты любят эти вечерние мероприятия, но обязательно образовательная программа, то есть мы продумываем и обучение такое своеобразное, да, в рамках вот полевых условий, насколько это возможно, создаем для этого все условия, приглашаем экспертов. Каждый год они разные, интересные. Это эксперты Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сургута, Тюмени, то есть как бы география экспертов за эти шесть лет огромная. Вот в этом году к нам приехали эксперты Самары и эксперты города Тюмени, и большая часть это работали эксперты города Тобольска на площадках фестиваля. Раз тема у нас фестиваля в этом году связана с историей и культурой, одним из гостей у нас стала основатель проекта Tom Sawyer Fest Анастасия Юрьевна Кнор. Вот именно всероссийского. Всероссийского, то есть в свое время, да, именно ей принадлежала инициатива, она создала этот проект, и на сегодняшний день этот проект живет во многих городах России. В том числе? Да, в том числе и в Тобольске уже три года. Вот про Тобольский проект, вы же в этом году объединились как раз, ну, Tom Sawyer Fest тоже стал участником, вот фестиваль в фестиваль вошел. Да, фестиваль в фестиваль вошел, да, мы инициировали приезд Анастасии Юрьевны, она с удовольствием откликнулась и вот стала непосредственно участником и образовательной программы, то есть она рассказала ребятам об успешных практиках своих добровольцев в сфере культуры, как вообще реализуется проект Tom Sawyer Fest на территории России, какими реставрационными работами приходится заниматься волонтерами, где нужна помощь волонтера, как они могут помочь, да, на какие работы привлекаются волонтеры, зачем, да, эти работы вообще выполняются, то есть их вообще ценность, да, для сохранения культуры, культуры истории, да, почему это важно. И, безусловно, Анастасия Юрьевна приняла участие непосредственно в работах на площадке фестиваля на доме переулок Кировский, да, который вот прямо виден хорошо с горы и просматривается за нашим... Недалеко от памятника Чулкова. Да, за памятником Чулкова его видно, то есть этот дом был организаторами фестиваля в Тобольске, выбран не случайно, потому что он стоит на таком вот значимом, видном месте. И количество волонтеров у нас огромное, да, работа... Рабочих рук много, которых всегда, кстати, не хватает, там в Сюрфест всегда они вот ждут волонтеров, хоть какую-то небольшую помощь там, что-то вот. Ну, безусловно, да, мы... Один дом они восстановили в этом году, вот на улице Алябева, и сейчас... Мы тоже помогали в этом, да, реставрировали наличники, наши ребята, направление строительства, эксплуатация зданий и сооружений с педагогами, приняли активное участие. У вас уже дружба-то... Да, дружба у нас уже сложилась, и не первый год, то есть это был не первый дом в реставрации, в котором мы принимали участие. Но вот в рамках фестиваля сейчас мы так вот масштабно, да, таким большим количеством, у нас более 80 человек, да, вышли на дом и постарались максимально помочь. Ну, безусловно, все работы... Там базовые, да, работы? Да, базовые работы, безусловно, они все 100% не завершены, но мы, в свою очередь, как учреждение образовательное, проект не бросаем, да, мы продолжим сотрудничать, пока вот не доведем объект до логического конца. Наши волонтеры и после фестиваля будут завершать работы на этом доме. Насколько ребята охотно откликаются на эти инициативы, насколько им это интересно? Вроде приехала там, да, ну, какая-то развлекательная программа, и ты там шкуришь старый дом, что-то там грунтуешь, красишь. Вот как они относятся? Ну, для молодежи это всегда интересно. Это же новый опыт, да, это новый опыт общения. Что-то сделанное в первый раз. Да, что-то сделанное в первый раз, общение с людьми, которые непосредственно занимаются этим уже много лет, посвятили этому, так скажем, свою жизнь многие, да, тоже уже на протяжении более пяти лет, да, допустим, занимается Анастасия Юрьевна своим проектом. Она не просто занимается в рамках своего города, она занимается и продвигает этот проект по всей территории России. К ней приезжают люди на обучение, на обмен опытом. Поэтому я думаю, что это очень ребятам интересно. Мне кажется, здесь еще такой посыл, вот как раз Анастасия Акнор может дать, что, в общем-то, любое хорошее дело можно реализовать, да. Вот смотрите, придумали вот такой проект, и все. И сейчас он уже не просто реализуется, а по всей России уже распространен. То есть это вот как пример для молодых людей чего-то такого большого. Да, конечно. Как это можно делать? Конечно, это как пример, как личный опыт успешного волонтерского проекта. То есть каждый может придумать и создать такой проект, и главное будет все зависеть от него, да, от его инициативы, от его упорства, от его энтузиазма. Многое, безусловно, зависит от того человека, который берется за дело. Ну, я так понимаю, что там же как раз эксперты рассказывают и поддерживают, в том числе, и придумать хорошее дело одно, да. А вот реализовать нужно не только там терпение, труд, упорство, но и какие-то грантовая поддержка. Где эти гранты получить, например, да, вот эту схему. Да, 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 конечно. На протяжении вот шести лет, когда существует фестиваль, у нас неоднократно в образовательной программе были такие блоки, когда мы ребятам рассказывали о том, как создается проект от начала до конца, как можно и где можно получить финансовую поддержку данного проекта. Спасибо вам за разговор, Елена Васильевна. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях была Елена Маняпова, заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Тобольского многопрофильного техникума.